Война и мир. Том 2. Краткое содержание. Николай Ростов в свой первый отпуск отправляется домой в Москву. Город встречает его как истинного героя. Завязывается его крепкая дружба с Федором Долоховым. В доме Ростовых проживает также молодая девушка, племянница Кирилла Владимировича Соня. Федор влюбляется в нее и просит ее руки, но девушка отказывается, так как уже давно испытывает чувство к Николаю. Друг Николая, Василий Денисов, очарован Наташей и делает ей предложение, но получает отказ. Василий Курагин тем временем думает женить бестолкового сына Анатолия на Марии Болконской. Ее отец не хочет родства с Курагинами, а Мария отказывает Анатолию. Князь Болконский получает вести о своем сыне. Его нет среди тел павших и возможно он все еще жив. Андрей возвращается в отчий дом прямо в ночь, когда его супруга Лиза должна родить. Княгиня умирает во время родов, а Андрей всю жизнь будет чувствовать свою вину в ее смерти. До Бьера доходят слухи о недопустимых отношениях между Элен и Долоховым. Оскорбленный мужчина вызвал Федора на дуэль, где сильно его ранил. Объяснившись с Элен, он поручает ей управлять своими владениями и сам покидает столицу, отправившись в Москву. Разочарованный в своей жизни и людях, Пьер попадает в масонскую ложу. У Безухова будто открылись глаза и, преисполненный благими намерениями и мыслями о добре, он едет в свои имения, планируя провести ряд реформ. На обратном пути Безухов навещает Андрея Болконского, все заботы которого крутятся вокруг сына. У Андрея давно потух взгляд, служить он больше не намерен. Между друзьями завязываются долгие разговоры о крепостном праве, народном благе, будущем государства. Андрея эти разговоры оживили и он освободил 300 душ от крепостной зависимости и организовал обучение грамоте крестьянских детей. Офицеры, в том числе и Ростов, недовольны перемирием России с Наполеоном. Андрей едет в имение Ростовых по своим делам, где очаровывается Наташей. После он отправляется в Петербург, где знакомится с реформатором Спиранским. Спиранский пленил князя своими речами и идеями. Безухов тоже возвращается в столицу, разочаровавшись в масонах. Ростов приезжает в столицу, желая поступить на службу, так как у семьи возникли финансовые трудности. Берг делает предложение вере Ростовой. Друбецкой влюбляется в Наташу, часто гостит у Ростовых, но девушка отказывает ему в каком-либо общении. Болконский совершенно влюбляется в Наташу и делает ей предложение. Свадьба должна быть лишь через год, и он пока отправляется за границу. Ростовы расстроены чувствами Николая к Соне. Они надеялись на выгодный брак на богатой девушке, дабы поправить семейные дела. Наташа знакомится с Анатолием, который хочет тайно венчаться на ней, хотя бы он уже и был женат. Андрей узнает о романе своей невесты с Анатолием и возвращает все письма невесте. Если вам понравилось видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на канал. А еще не забудьте рассказать о канале друзьям и поделиться с ними видео.